МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кормим мы горячими завтраками на данный момент. Ведется мониторинг, нужно ли нам обед вводить, нуждаются ли в этом родители и дети. А завтраки у нас хорошие, гарнир, мясо, фрукты, большое разнообразие фруктов. Бывают апельсины, яблоки, бананы, ну еще много чего. Ну, что по оборудованию, да? Отлично. Оборудования проблем нет. Новую школу на Снежном сдали летом этого года. Это единственное образовательное учреждение в регионе, максимально отвечающее требованиям доступной среды. В школе есть лифт и специальные туалетные комнаты. Ну, мы видим с вами, что за короткий срок школа построена. В сентябре открылись двери для детей. Сегодня мы вот здесь с таким вот визитом. Нам очень было самим интересно посмотреть. Почему? Потому что на протяжении этих двух лет в рамках партийных проектов мы, безусловно, наблюдали, как идет строительство. Мы общались и с застройщиками, и с работниками непосредственно на стройке. Нам было интересно, как же это будет все потом наяву. Ну, надо сказать, что здорово, да. И мы говорим о том, что сегодня вот такие школы, такие детские сады должны быть в принципе все. Представители депутатского корпуса регионального ЗАГС-собрания осмотрели спортивные и актовые залы. Учебные, в том числе, специализированные кабинеты. Гости дали высокую оценку качеству материально-технических условий учебного процесса в новой школе. Очень давно рассматривался вопрос строительства здесь, новой школы детского сада. И это произошло. Данное здание, оно принято в эксплуатации и уже осуществляет свою прямую деятельность по своему назначению. И здесь городские власти правильно подошли к этому, что данное здание, оно построено из капитальных материалов. Все-таки на севере, конечно, когда капитальные материалы, и когда сделана хорошая система и отопление, и система вентиляции, это создает и достаточно комфортную внутреннюю обстановку. Олег Дудник, Илья Пачин. Специально для Вечернего Магадана. В общественной приемной партии «Единая Россия» прошел прием граждан. Наиболее частые вопросы касались благоустройства дворовых территорий, людей волновала ситуация с уборкой снега на улицах. Один из острых вопросов касался жилищных условий. Все мои права нарушены руководителями этих организаций, то есть Магадан Электросеть, департамент и управляющая компания. Среди обратившихся к мэру города Магадана была Аля Сергеевна Толкачикова. Она является ребенком войны, ветераном труда. Среди тревожащих вопросов, связанных с жильем, она также заинтересована в получении сертификата на выезд в центральные районы страны. Мэр Магадана пообещал провести тщательные проверки и помочь. Спокойно. Вот сейчас идет формирование бюджета на 2022 год, формирование плана благоустройства на 2022 год. И мы все равно суммируем все обращения, которые есть, и стараемся сделать так, чтобы по максимуму все-таки спрос граждан на комфортные условия проживания был удовлетворен. 9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией. С 2004 года эта дата отмечается по инициативе Организации Объединенных Наций. Что такое коррупция и как с ней бороться на Колыме, сегодня объяснили в Управлении Министерства внутренних дел Российской Федерации по Магаданской области. Коррупция как социальная болезнь общества прямо или после приводит к вовлечению в ее сети многих граждан, порождая своего рода коррупционные цепи. Это вымогательство, превышение должностных полномочий, корыстные использования правил. Управление Министерства внутренней деятельности и федерации, в частности, правительство экономической безопасности и противодействия коррупции в Магаданской области. Проводится полномерная целенаправленная работа по пресечению на территории города Магадана и Магаданской области фактов совершения преступлений коррупционной направленности. За последние два года на статистический учет было поставлено 45 преступлений коррупционной направленности. Особый резонанс вызывают коррупционные преступления, совершенные должностными лицами. Сотрудники правительства экономической безопасности и противодействия коррупции в очередной раз призывают граждан и жителей области не нарушать действующее законодательство, не становиться пособниками преступления, а при фактах помогать чистого взятки или став свидетелями иных коррупционных проявлений, незамедлительно обращаться в органы внутренних дел по месту своего проживания. В мэрии Магадана подвели итоги городского конкурса «Доброволец года-2021». Тимур Иванов вступил в ряды волонтеров 4 года назад, рассказывает, что не хотел терять свободное время зря. Увидел в социальных сетях группу, посвященную добровольчеству. Решил попробовать. Тимур начал проводить праздники, встречи, фестивали, окно в лето, арт-газон и многое другое. Молодой человек рассказывает, что жизнь сразу заиграла новыми красками. Решил поучаствовать в «Добровольце года», чтобы проверить себя. Для меня это небольшое испытание. Я хочу именно на себя со стороны посмотреть, чего я конкретно добился за это время. Посмотреть на других ребят и сделать такое небольшое сравнение, если можно так сказать. Вот просто любопытно для себя. В Магадане конкурс проводят с 2019 года, а в этот раз поступило более 30 заявок. Это не только волонтеры, но и руководители добровольческих организаций. Жюри оценивали, как часто участники проводили городские фестивали и праздники. Основной критерий – количество часов. Очень разнообразно. Очень трудно всегда сравнивать, например, участие волонтеров в организации культурно-массовых мероприятий, либо в помощи бездомным животным. Старались максимально объективно подойти к оценке. Нельзя сравнить, какое волонтерство сложнее, какое легче. Поэтому решили все-таки по абсолютным величинам отмечать. Всех собравшихся поблагодарили за их труд сотрудники Управления по делам молодежи и мэрии Магадана. Мэр областного центра Юрий Гришан отметил, что город сегодня не может жить без волонтеров. Вот я хочу вам сказать огромное вам спасибо, потому что не все возможно сделать за деньги. Только по велению сердца и желанию безвозмездно помогать может наш город сделать красивым, ухоженным и от слова добро – добрым. Лучшим добровольческим объединением стало поколение. Лучший руководитель – Руслан Фирсов, библиоволонтеры. А добровольцем 2021 года признана Ольга Шейко, воспитанница центра доп. образования «Чайка». Сегодня, 9 декабря, в торговом центре «Море Мол» магаданские волонтеры провели акцию, посвященную Дню Героев Отечества. Волонтеры раздавали жителям города информационные листовки, в которых были рассказаны истории магаданцев, участников Великой Отечественной войны. Я уже третий год занимаюсь, много раз листовки давал, занимаюсь подвиги уже шестой год. И много людей, которые не нравятся. Данную акцию проводило Управление по делам молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана. Совместно с городским волонтерским корпусом «Волонтеры Магадана» в роли волонтеров принимали участие воспитанники Магаданского военного спортивного технического центра «Подвиг». За лучшее новогоднее оформление можно получить приз. С 6 декабря по 10 января 2022 года пройдет городской смотр-конкурс на лучшее новогоднее украшение зданий, помещений и дворов. Участникам можно будет использовать декоративную иллюминацию, световые 3D-фигуры, гибкие неон, надувные формы, плакаты. Также украсить территорию снежными и ледяными арт-объектами. Жюри будет оценивать не только внешний вид, но и санитарно-техническое состояние объектов. Конкурсантам необходимо сформировать единую тематическую композицию. По итогам осмотра определят трех призеров каждой номинации. Заявки принимают до 15 декабря. В номинации «Лучшее новогоднее оформление зданий» – торгсобакамагадангород.ру. В номинации «Лучшее новогоднее оформление дворов» – экономистысобакаинбокс.ру. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова